Приехал с чемоданом и с сумкой, и у жены была сумка, и Путин бросил под поезд. Мастером, начальником участка работал, и человека и нет. Жить, конечно, я бы не рекомендовал, сам бы не стал жить, но опять же, все это, уже время столько прошло, сколько, 36 лет, да. 38 лет заряжено было такими пятнами, и до сих пор, сейчас я не знаю, в настоящее время, из-за военных, боевых действий, я не знаю, живут там люди или нет, а вот до жила там по деревням, около 100 человек жила, те, которые на постоянной основе, ну, многих я знал, посещал, просто интересно было и туристам. Но сейчас их там нет? Скорее всего, нет. Руками нельзя ловить, но рыбы много. Караси всякие, щуки? Не почему, но все, что подлужено. Щуки, караси. Дело в том, что, понимаете, если брать средний уровень зараженности, наверное, он будет не такой высокий, средний. Но дело в том, что мы же не знаем, что рыба конкретно ест, понимаете. Может быть, вот, допустим, как обеззараживали сами реки и озера, вот брали сверху, в отдельных случаях насыпали песок сверху, просто чтобы радиоактивные осадки просто прибить. Что там рыба съела, какого червячка, где там был. Не все опять, все это выборочно, все это, ну, однозначного подхода нет. Где-то засыпали, что-то там, что-то там, я знаю, как-то другие мероприятия делали. Но там нет однозначности какой-то. Вообще, по правилам запрещено там ловить рыбу и есть, вывозить ее за пределы. И охотиться, наверное. И охотиться запрещено. И собирать грибы, ягоды. Ну, если местные делают, на свой страх и риск, это как бы не офиширует. А вот люди, которые на вахте 15 суток, они чем там занимаются? Это целая система. Во-первых, это заповедник, считается заповедником всеукраинского значения. Там изучают животный мир и влияние радиации на животный мир. Туда приезжают... А с научной точки зрения интересная зона? Да, там я общался с людьми практически со всех стран мира. Помимо туристов, там работают на более или менее постоянной основе. Там приезжают на командировку, там люди из Японии, из штатов. А, кстати, отличается чем-то от Фукусима Чернобыль? Ну, во-первых, на Фукусиме, там не было такого взрыва. Там было просто... Просто разрушение было? Да, и вода радиоактивная там разлилась. Там был взрыв и поднялось облако именно смеси этих радиоактивных элементов. Кстати, ее восстановили? Я думаю, что нет. Я потерял эти... Хорошо, вы напомнили, я почитаю. Мне тоже интересно. Не, по-моему, нет. Нет. Вы знаете, атомные станции сейчас переживают, мне кажется, вторую какую-то волну. Аренессанс. Аренессанс. Начали опять строить. Потому что все-таки самое безопасное, это все-таки, наверное, ядерная станция. Потому что даже взять любые другие станции, они свои приносят какие-то проблемы. А ядерная станция, если ее соблюдать все правила, если нет таких друзей, как Россия рядом, то... Не дай бог. Вот люди просто замалчивают, даже не боятся об этом говорить, про Запорожскую станцию. Запорожская станция там 6 или 8, забыл. На всяком случае, или 6 или 8 самих ядерных блоков. А я как-то потерял из виду, русские ушли оттуда? Да нет. Ниоткуда они ушли, нет. Ушли? Нет, нет. Они же держали персонал в заложниках. Сейчас держат заложников, в заложниках держат, заставляют, заставляют любыми методами брать и становиться либо гражданами. Ага, шантажер. Алло. Сначала я сюда приехал из Донецка вообще, ну, не в сам Киеве, тут по области, туда-сюда ездил. Приехал с чемоданом и с сумкой, и у жены была сумка. И долго очень не мог найти нормальную работу, а потом работу практически, ну, сам себе создал. Сначала был как гидом туда, а потом уже стал сам организовывать туры и так далее, и так далее. Ну, как и другие, конечно, у них были маршруты, но в основном это все в Чернобыле. Много людей хотят, им интересно туда туда. Да, очень интересно было. Как в фильме «Сталкер», помните, в Утарковском? Ну, конечно. Там Чернобыльскую зону раскручивали по нескольким направлениям. Очень многие люди играли игры компьютерные. А сериал вышел, смотрели? Я смотрел, ну, не скажу, что десятки, там, десятки, там, 30, там, 40. Ну, может быть, фильмов 15 я смотрел, наверное, которые именно касаются Чернобыльской катастрофы. Много художественных фильмов, и как иностранных, так и украинских, и российских есть там все это сменило. Так что, вот, надо нам скорее побеждать. А сейчас вы чем занимаетесь во время войны? Ну, я вот ничем не вожу туры по... Ну, официально вы на пенсии? Пенсия, она меня покрывает только примерно половину, примерно, не менее половины аренды за квартиру. Только за квартиру. Без еды, без одежды, без ничего. Ну, смотрите, у нас там около 7 миллионов беженцев сейчас. Около 7 миллионов. С востока? Здесь, в Киеве? Нет, вообще, по всему миру. А, вы имеете в виду отсюда за границу? С Украины, да, с Украины. Я слышал 10. Ну, понимаете, что 7, что 10. Это очень большие цифры, на самом деле. Даже 1 миллион, это очень много. 1 миллион. Представляете, что это произошло? Я сюда приехал, и вот эта работа для себя создал ее. А потом, один раз меня лишил всего, кажется. Русские лишили Путин там, и с русскими. Вот, и потом, второй раз это было вот 2 года назад. То есть, оставил меня вообще без ничего. Если раньше я работал каждый день, то сейчас я работаю... Инженер я, инженер-электрик горный. Я работал в шахте. Последнее место, где я работал, было на глубине 1,5 километра. Ну, это уже... Ну, что, вы каждый день шахтерами спускали шахту, или это по необходимости? Ну, на разных блокностях по-разному. Смотря, я работал на 2-3 шахтах. Ну, в зависимости, там нельзя сказать, что везде жарко. Ну, как, температура может быть 35 градусов. Ну, так, 30-35 градусов, да. Ну, жарковато. Да, жарковато, но, ну, понимаете, если вы находитесь на такой глубине, где недостаток кислорода, а недостаток кислорода может выражаться в 1%. То есть, вообще, 21% содержания кислорода, 20% это очень ощущается. Тем более, что если ты выполняешь какую-то физическую работу, а физическая работа, это ходьба, это тоже физическая работа. Ну, то есть, плюс запалён здесь у нас. А там, может быть, меньше. 20. 20. Это очень ощущается. То есть, там, ну, там своя, как говорится. И вот это уже чувствуется при дыхании, да? Конечно. Чувствуется, чувствуется влага. Потом запалённость. Там загрязнённость воздуха, может быть, какими-то там маслами, какими-то там, какой-то химией. Потому что там всё используют, какое-то там, допустим, при бурении, используются какие-то эмульсии. Вот. Какие-то масла используются. Какие-то трения, масло испаряется. Ну, потому что, если здесь, мы не чувствуем. Вот там, запахнутое пространство, это всё очень ощущается. Так, меня Господь миловал, но много раз было такое, что, знаете, там был на волосок от смерти. Бывало такое, что, допустим, я в отпуске от человека на моё место взяли одно время. То горным мастером, в начале какого-то участка работал, и человека, и нет. Который, знаете, как... Что произошло? Ну, один раз было такое, что там оторвалось от лебёдки, оторвалось один направляющий каток. Вот, и горного мастера, который вместо меня был, ударил его Кутин. Да, всякое было. Всякое было. Да. Ну, вот, под конец, кажется, уже там большая часть жизни уже пружита. Вот. И Путин бросил под поезд, понимаете, он многих людей из жизни решил... Ну, он много судеб сжёг из жизни, да. И то, что когда, там, неважно тебе столько лет, где есть здоровье, ты можешь что-то думать, можешь что-то делать. А если ты уже такой пенсионер, тебе, в первую очередь, нужно жильё. Вот, а мне сейчас... Я каждую минуту у меня плачу за аренду, вот уже 10 лет практически. Ну, вот, дорабатываю здесь. Здесь? Здесь дорабатываю. Как экскурсовод? Да. А я просто как волонтёр, я рассказываю какие-то вопросы у людей возникают по Кииду и так далее. Ну, я за это денег не беру, если просто, если нужно людям куда-то подальше ехать, туда уже там договариваемся. Ну, это опять же всё это, знаете, всё... Случайные заработки, можно сказать, потому что системы нет. Если раньше я работал на, как говорите, на Чернобыльской зону, у меня там был уже график, был уже за несколько месяцев уже люди там мне звонили, спрашивали, что одевать, а как это, как это, потому что место такое, ну... А ну, какая экипировка, вот вы едете в зону, что вам никакой? Никакой, просто нормальный? Значит, по правилам... Никаких приборов еще? По правилам, по правилам для туристов, значит, длинные рукава и не шорты, ну, или штанины, чтобы длинные были, и закрытые обуви. И куда именно вы туда едете? В Припять или куда? Ну, если одна девка, то сначала сам Чернобыль, который примерно там до 20 километров, ну, меньше, может, 15 километров до Припяти. Потом дуга. Дуга — это советская антенна, которая являлась, ну, была частью комплекса по дальнему обнаружению запуска баллистических ракет. Очень такое сооружение, очень мощное, огромное. Таких больше не осталось в советское время. Что-то типа локаторов? Ну, высотой 150 метров и длиной там практически километр. Так оно выделяется даже в лесу, видно издалека. И вот людям интересно это посмотреть? Ну, конечно. Я думаю, что любому человеку интересно посмотреть. А мне было, например, интересно было пройтись по пустому городу, где людей нет. Это вот я говорю, едем туда, потом сама станция ядерная, останавливаемся, смотровые площадки там, ну, как... Но издалека, да? Ну, почему? До четвертого блока, который закрыт саркофагом, ну, 150 метров. Близко. Рядом. Это как до тех домов? Ну, вот как вот до министерства. А далее, потом Припять. Это одно из основных направлений, которое притягивает людей. По Припяти гуляем, потому что город был большой, относительно, там порядка семи, по-моему, квадратных километров, но жило там... Ну, несколько тысяч. Ну, да, да, да. Там 47, 47 с половиной. И там сейчас ноль, вообще никого нет. Вот 25-го числа была эвакуация, 27-го числа была эвакуация, и с тех пор никто там не живет, 86-го года, весь взрыв. Вот и с тех пор там никто не живет. Никого? Ни одного? Жили, жителей нет. Там много, говорю, только... Ученые могут приезжать построить. Ученые приезжают, охрана, охрана, чтобы там не вывозили радиоактивное. В общем, там все радиоактивное. Металл, наши люди нужны, металл, который можно сдать. Сейчас, я не знаю, сейчас, я вот это вот там, был в августе 22-го года, что сейчас творится. Ну, я думаю, что там сейчас, из-за близости к Беларуси, там все секретное, военное, потому что мы ожидаем любой, кажется, момент, что, может быть, прорыв войск оттуда, хоть белорусских, хоть российских. Да, просто, когда в 22-м году, когда Путин нападал, просто реально, я думаю, что никто не знал все дела. Никто не ожидал масштаба. Не ожидал, знаете, когда думали, там, хотя там они собирали вокруг Украины, в Беларуси, в России собирали вот эти, ну, пугай, думали, что это пугает. Знаете, брал наиспух. Ну, потом... Выторговывал, что ли? Да, ну, мне кажется, что... Ну, не только мне кажется, я просто в этом уверен, что он собирался за несколько дней захватить Киев. Не то, что захватить, а наиспух брал. А ну-ка, такая шла колонна, там, 50 км длиной, танки, бронетранспортеры, вот эти... Парадный марш. Да, ну, парадный, не парадный. А парад ехали накрещать. Да, да, ехали. Уже бронировали в ресторанах места. Да. Занимали квартиры. Да, уже было... Я уже забыл, сколько там, я знал, сколько самолетов было. Ил-76 десантные. Десантные самолеты, там их были десятки, уже в воздухе находились. Уже думали, что Гастомель будет садиться в Гастомеле. Да, ну вы же разбомбили там полосу. Да, это наши разбомбили, ребята. Тверский бомбил, да? Не дали им сесть, ну, да, его команда у него это была. Хотя заложный, я слышал, был против этого. Ну, такие детали, вы знаете, я даже, ну, я не хочу даже это обсуждать. Кто там был, что там был, ну, это для меня лично не столь важно. Много было ошибок, много было жертв каких-то, напрасных. В этом все реально. Никто не ожидал этого, никто не ожидал этого. И Путин, может быть, и не зря, он надеял. Сферк неожиданности, он, конечно, дал свое. И откуда они пойдут наступать, никто не знал, а, начали наступать. С трех направлений. Ну, да, со всех направлений. С Белоруссии, не знаю. Мы все разумеем. С Белгорода, с Белоруссии, с Крыма. С Крыма, да, из Донецка, оттуда, с тех троев. И за этого за пять дней сняли минные поля почему-то. Ну, это вы еще потом будете разбираться почему-то. Ну, да, потому что, да. Сейчас не до этого. Главное, сейчас надо отразить, там, осуществлять Украину. Потому что постоянно какие-то возникают проблемы. То, ну, американцы, ну, вроде говорят, они поддерживают Украину. Попробуйте зайти в чат рулетку, пообщаться с ними. Не знаю, что у вас получится. Я допустим. Ну, я иногда смотрю. Нет, смотрите, это одно. Пообщаться. Пообщаться. Вы общаетесь? Ну, я когда-то общался, сейчас просто, ну, нет смысла. Нет смысла с ними общаться, потому что они не могут. То есть никого не переубедить этому? Да, нет, переубедить это невозможно. Это вообще невозможно. Зомбированные люди? Они даже не хотят ничего слышать. Они считают, что по телевизору им говорят. Вот они, даже много было случаев. Да я сам, я сам так вот. У меня кое-какие там друзья, кое-какие родственники остались в Донецкой. Они не верят ничему. Они своим глазам, они не верят. Это только о том, что говорит Путин, что показывают по телевизору. Они не верят ничему. Это парадоксально, но это факт. Ну, это, как сказал мудрец, пропаганда не делает идиотов. Идиоты, это ее топливо. Они уже такими родились. Это всегда же было, что, еще Паскаль говорил, если из Франции уедут 500 человек, то тут останутся одни идиоты. Ничего не поменялось с тех пор. Ну, вы знаете, я тоже прожил, тоже значительную часть жизни прожил в Советском Союзе. И тоже был зомбирован этой пропагандой. Ну, мы все были. Но почему-то оно как-то ко мне не сильно прилипло. Когда железный занавес открылся, я все это увидел. А люди многие не увидели. Не увидели то, что в 90-х годах открылись практически безграничные возможности людей. Вы там, не знаю, по каким-то причинам, когда вы уехали, вы уехали и решили, что вам так нужно. А люди, они, наоборот, они захотели закрыть этот занавес. Нам не надо ничего. Мы не хотим. Мы не хотим такого, мы не хотим свободы. Дай нам обратно нам царя. Дай нам КПСС. Дай нам профсоюзы. Мы не хотим. Мы хотим работать днем, вечером прийти, выпить водку или самогона. На выходные пойти на рыбалку. Нам не надо. Ваша свобода. Интернет вам нахер не нужен. Какая-то женщина известная. Нам и нахер ваш интернет не нужен. Симонян, по-моему, сказал, да? Не-не-не. Какая-то бабка с улицы. Ну, смотря что, потому что смотрел. Я лично видел. Ну, они все так думают. Все, что по телевизору им говорят, так они и думают. Есть другие фирмы, которые этим занимаются. У меня чисто неедальные туры. Именно вот по Киевской области, по Киеву. Я понял. Есть такие места, как Сталинские тоннели, допустим. Слышали о таком Сталинские тоннели? Нет, не слышал. То есть, когда до войны Второй мировой, или, как говорят, до Викотечественной войны, Сталин уже готовится к нападению на Польшу, как бы он первый хотел идти туда. Ну, он вместе с гидерами идти туда, а тут туда хотели. И Сталин в 36-м году начинал строить два тоннеля под Днепром, чтобы во время войны устойчивой была поставка военного оборудования. Под Днепром. Под Днепром. Вместо мостов два тоннеля. Вот эти тоннели, строительство было заморожено именно в 41-м году, когда уже, ну, Витерс забрал. То есть, они есть, да, там, что ли? Они существуют, да. Они существуют частично там. Вы их видели? То, что бросили. Да, я туда, говорит, туда и людей вожу. Туда людей вожу. Потом, ну, интересные места есть там, допустим, вот, Почайная речка, речка Почайная, которая, ну, даже станция метро такая есть, это там, где происходило крещение, крещение там Киева, или крещение Руси. Вот я просто знаю ее русло, там, где она сейчас. То есть, это не в Днепре было? Ну, это, это приток Днепра, оно как бы одно было там. Вот здесь внизу, как раз если отпуститься, вот сюда, Почтово площадь, это вот там. Это из повести временных лет, откуда это известно? Ну, да. Ну, и повести временных лет, и позже она существовала, эта речка. Даже есть какие-то там картины есть, эта речка. Сейчас ее практически нет, ее при строительстве там засыпали, ну, кое-что осталось. Если кому интересно, я могу показать участки именно этой Почайной. Люди, многие Киевляне, даже не знают, что такая речка существует. Потом у нас есть такие тоже вдали от избитых маршрутов, есть, допустим, место, где происходили массовые расстрелы. Тут поляков, украинцев, ну, и просто, ну, просто советских граждан. Кто расстрелил? Диссидентов. НКВД. А, НКВД. НКВД. И плюс было расстреляно там тоже энное количество, много людей, просто зэков, которые сидели здесь по уголовным статьям, по всяким Киеве. И как, когда немцы сюда заходили в сентябре 41-го года, решили не церемониться. Кто, за что, что с ними делать. И, собственно, взяли в лес, вывезли, застрелили. Немцы застрелили? Нет. Советские войска. А. Советские войска. А вот вы сказали... Такого Львова было тоже самое. А вот это специально немцев. Вот. И потом даже организовывали так называемые правительственные комиссии, да, вот, по-моему, там, в 47-м году. Поселение было где-то в 81-м, в 82-м году. Значит, эти правительственные комиссии были, состояли из высокопоставленных чиновников. Ну, типа, министр здравоохранения, там, какие-то там замминистров. И эти комиссии приходили к выводу, официальному выводу, что да, это все сделали фашисты. Там расстреляли, ну, от 150, от 150 до 200 тысяч людей, можете представить, под Киевом, на боковне. Вот. Да, это сделали немцы. А на самом деле, потом, уже когда Советский Союз распался, тогда еще была комиссия, тогда все это откопали останки, всякие исследования, что нет, это там все на 100% говорит, что сделали это НКВДшники. Ну, это по одной схеме происходило. Я читал чуть-чуть, интересовался историей, как это во Львове было, когда они туда вошли. И все, кто были в тюрьмах, там, политзаключенные, там, кто, кто был против советской власти, когда они вошли туда в 40-м году, они две с половиной тысячи они расстреляли. И после этого же потом пошли еврейские погромы, когда, ну, когда немцы зашли, пошли еврейские погромы, и в этом обвиняли, там, этого Шухевича, Бандеру, Ханьковича. История, конечно, интересная, она очень много, Советский Союз очень все переврал, очень все переврал. Это вот, когда, понимаете, даже вот этот пакт Молотова-Риббентропа, в сути дела, Гитлера и Сталина, там, о разделе Европы, это все было, его не было. Потом это все было обнародовано, да, Советский Союз, там, в конце Советского Союза, я не помню, либо уже, когда Советский Союз распался, тогда, в Российской Думе, они сказали, да, показали, да, такой был пакт Молотова-Риббентропа, да, вот так и так, осудить надо, и все. А потом он опять исчез, якобы не было, то есть, считают, ну, все население за дурачков, типа, вот да, мы сказали, постановили, что его не было, понимаете, многое такое. Вот это вот люди, это недалеко, находится от Киева, это место казни, где там отдельно, как бы, 250 тысяч человек, сколько? споры идут, от 150 до 200 тысяч, а там, я не знаю, ну, во всяком, страшные цифры, даже пускай не 100 тысяч, пускай 100 тысяч будет, но все равно, это очень много, это, ну, это катастрофа. Баби Яр, они же, ну, это немцы расстреливали, но они, там, за два дня, по-моему, да, они расстреляли 40 тысяч человек. Вот два назад, там сделали, такой, мемориал, такой, ну, живой, интерактивный, там можно, не были, там нет. А где он, кстати, я вот, далеко, езжайте до станции Дорогожичи, там пешком. Субтитры сделал DimaTorzok